Магнитогорску повезло больше всего. И не важно, есть ли в этом утверждении ирония и горечь, сверхдорогого и не самого чистого. Здесь есть объективность самого грамотно построенного, компактного и в некотором смысле самодостаточного города. Хотелось бы, чтобы была еще и гордость как самого богатого и здорового, и вот последнего не будет никогда. Итак, чего у нас в достатке? Воды у нас в достатке. Вот был бы город-миллионник, пришлось бы воду из озер и рек брать. Очищать ее от бактерий и ненужных нам живых организмов. А так счастливо пьем практически родниковую воду из подземных водозаборов. Вот только и туда в межсезонье добавляем хлорки, что прекрасно видно по накипи на чайнике и ржавых следах в бачке унитаза и в ванне. Вам такую воду надо пить? Вам надо ставить систему фильтрации, причем систему достаточно мощную и дорогую, либо проще и грамотнее в пищу употреблять воду бутылированную, воду с реально чистых и надежных источников. В России достаточно хорошее качество воды и в нашем городе вода весьма неплохая по сравнению с другими городами. Но, к сожалению, человеческий организм требует более живую воду, не водопроводную, которая прошла определенные очистки, хлорирование и прочее. Из-за этого наша компания привозит, работает только с водой, которая имеет именно свои природные корни, берется из-под земли, из природных источников. Это такие воды, как Нарзан, Есентуки. Сейчас мы заключаем контракт, это Архейс будет такие воды. Местные воды живые, как Кургазак, Родонежский, это тоже все живые воды, которые проходят природную очистку воды. Из-за этого рекомендации такие, что водопроводная вода годится для умывания, по большому счету, для очистки зубов и не более того. И все-таки для организма требуется то, что дает нам природа, минеральные воды. Также наша компания ввозит бутылированную воду, 19-литровую. Мы ввозим трех производителей. Каждая вода имеет свою минерализацию, свои органические вещества. Из-за этого попробовав одну воду, предположим, одну неделю ваша семья пьет определенный тип воды, рекомендуем поменять на другое название на следующей неделе. Из-за этого мы выбрали трех производителей, которые именно бутылируют природную воду. Это заповедный Родник, это в Башкирии находится. Власов Ключ, это узкий район Челябинской области, достаточно чистая вода, Родниковая вода. Проходит самую минимальную обработку. И Аквалюкс, это источник под Уфой находится. И даже наши сотрудники периодически меняют употребление воды в семье. Именно разные марки. Для того, чтобы организм не накапливал определенные минералы или вещества, да, и не привыкал к ним. Знаете, почему вам так комфортно в Турции или Египте? Почему вы не задумываетесь о похмелье в Индии, в США, в Таиланде или на Сейшелах? Там, где государство контролирует туристические зоны, нет возможности нарваться на левую продукцию. Вы пьете исключительно качественные напитки, исключительно чистую воду, воду озонированную. У нас в 97% пивоварен пиво ускоренного брожения, а точнее концентрат типа ЮПИ и спирта в воду, очищенную химводоочисткой, добавляют. Интересно, а химию оттуда как убирают? Да, товарищи пивососы, димедрольщики, ваша судьба, конечно, совсем грустная. Веселее, но ненамного судьба водколюбов. Спирт может быть хорош, опять же, вода никакая. Поколение пепси и колы, поколение химических красителей и кислого привкуса бонаклы, пожалуй, будет посчастливее. Но все вышеперечисленное, имея составляющую в виде самого простого способа использования водопроводной воды, в экономику своего производства закладывают экономию на вашем здоровье. Просто тупо используя водопроводную воду. Конечно, вода никогда раньше не была для нас ни для кого источником зарабатывания денег. Но сейчас в некоторых случаях этот заработок не хуже, чем заработки винноводочных королей. Вы зарабатываете на воде или вы зарабатываете на здоровье? Мы не стараемся обманывать людей, то есть мы зарабатываем на здоровье людей. Есть возможность, легкая возможность, поставить установку, разливать воду с центрального водопровода, проводя ее через множество фильтров, тем самым очищая ее от множества примесей. Либо можно привозить воду с источника. Наша фирма специализируется на том, чтобы привозить воду с источника. Наша компания занимается уже 10 лет на рынке. Мы занимаемся только водой. Только водой. Прямые контракты с Есентуками, это старые источники. И Нарзан, город Кисловодск. Вода поступает нам вагонными партиями. То есть делается зимняя закладка, летняя закладка. Хранится в оптимальных условиях для температуры хранения воды, которая составляет плюс 5 градусов. Работа фирмы Росвивной воды – это работа не просто обычного торгового предприятия. Это селекция и выбор лучшего из лучших. Постоянный контроль качества. Потому как, и ни для кого не секрет, слишком велик аппетит сделать из-за родника воды родник денежных средств. Здесь совершенно все по-другому. Если везем воду из Кисловодска, то везем вагонами. Если нужны стратегические запасы, то вот они перед вами. Сотни тонн воды великолепного качества. Воды, хранящейся в правильных условиях. Свой транспорт. И если вы на трассе видите эту фуру, то знаете, в город едет 25 тонн здоровья. Торговые сети Кубань-Вино и Чарка. В аптеках не у всех, конечно. Но вы можете приобрести проверенную и неоднократно воду из лучших источников. Ну а для того, чтобы вам стал понятен принцип селекции, вот вам очередная демонстрация. Дикого желания людей. Может быть и стремящихся делать добро. Использовать чужое, настоящее доброе имя, заработанное годами. Ну что ж, то, что работать мы умеем, это хорошо. Но у каждого предприятия, которое хорошо работает, в том числе и у телевизионного, есть друзья-конкуренты. А на рынке, на рынке вообще товаров и услуг, конкуренция просто огромная. Вот, помнится, даже практически до скандала международного дела дошло. Как-никак. И что мы видим? И мы видим три абсолютно одинаковых названия. Какой правильный? Одинаковых названий под маркой Кургазах, лечебной столовой воды, с курорта Янгантау. То есть это вот эта вот вода. Выпускают еще два бренда. Тем самым, как бы обманывая людей, и портят, тем самым еще портят и марку. И создают, как бы, нездоровую конкуренцию продукту. Да, мы частенько видели и Нарзан такой немножко левоватый. И вот, даже Красноусольская иногда бывает. Разная водичка. Как не обшибиться? Надо очень внимательно смотреть и читать этикетку. Ну, как правило, на этикетке написано «производитель» мелкими буквами. И многие наши граждане, как бы, не обращают на это внимания, обращают внимание только на название. В связи с этим, как бы, сами себя обманывают. Итак, вода в воде рознь. И сегодня в лицах мы показали тех, кто реально делает добро. Кто возит к нам в город здоровье. Кстати, информацию о том, куда обращаться за оптовыми закупками качественной воды, вы можете получить из телефонов, указанных сейчас на экране. И вот на этих баннерах, размещенных на центральных улицах города. Росминводы доказывает, что в атмосфере не самой чистой и не самой здоровой воду, которая составляет 70% человеческого тела, можно использовать здоровую, сохраняя почки и печень, и мочевой пузырь, от воздействия вредных минералов и элементов. Как сохранить в дальнейшем от воздействия пыльного воздуха ваши легкие, канцерогенных элементов пищи, ваш желудок и внутренние органы? Вопрос к другим организациям. Здесь занимаются здоровой водой. И занимаются этим здорово. По городу проехали, увидели замечательные плакаты. 19 литров бесплатно? Это серьезно? Да, мы сейчас для новых своих покупателей, первоначальник, кто к нам приходит в компанию, воду мы предоставляем бесплатно. Единственное, они платят залоговую стоимость этой бутылки. Если им не понравится, мы вернем эти деньги им обратно за бутыль. Но акцию мы такую начали проводить для того, чтобы люди поняли разницу между простой водой и природной водой. Действительно, это бесплатно. Вода бесплатна. То, что находится в бутылке, это бесплатно первоначально. Для новых покупателей. И куда можно приехать? Потом уже поменять эту бутылку на еще одну бутылку с вашей водой. Ну, как бы вы можете заказать по телефону. Без проблем вам привезут. Мы стараемся выполнять заявки в этот же день. Телефоны совершенно простые для вашей памяти. Это 23-22-22. Диспетчер возьмет заявку и вам доставят воду дома. Если вы хотите самостоятельно убедиться и поменять эту бутылку, чтобы для удобства, чтобы не зависеть от времени доставки, вы можете обращаться к пункту обмена. Магазины Кубань Вино. Это находятся они на Трудаво, Рашилово, Карломарсе. Также сейчас мы заключаем договора с крупнейшими сетевыми магазинами, нашими такими, как Сеть Семья, Сеть Ассорти, для того, чтобы там открывать пункты обмена воды для населения, для удобства населения. Продолжение следует...